приветствую гостей и подписчиков канала бодры 23 а также в группе facebook за команда слуга народа группа поддержки аналитики в подольске сегодня у нас произошло конечно историческое событие как вы знаете впервые история украины украинского парламентаризма ну и все исполнительные законодательные прочей власти народный депутат украины прошел полиграф при том что он находится действующем положении действующий депутат александр дубинский как вы знаете по рекомендации нашего президента владимир александровича зеленского пошел на полиграф но как вы знаете вся эта история заварилась а из-за того что было скандальное голосование в комитете по вопросу оценочного характера даже я была либо монополия оценка или монополия оценщиков вот дупинский примерный свой прогноз кого мод с фракции но это его личное мнение естественно а вот скандал из-за которого разгорелся как вы понимаете это очень серьезный понимаете есть небольшой законопроект который очень важно влияет на нашу жизнь это по оценке имущество есть был проект законного проекта монополии как бы поддерживший монополию оценщиков есть по монополии нет никого и оценка который из прошлого созыва который включил свою компанию в схему и на этом зарабатывал небольшой но очень хороший и стабильный капитал но не в суть то дело ребята пройти полиграф это уже заявка у нас тоже в городе подольске одесской области время предыдущей кампании нашей предвыборной в депутатское кресло был полиграф но полиграф должен быть как здесь было сделано в абсолютной тишине человек который проходит полиграф и сам полиграфолог тишина без посторонних лиц в закрытом помещении самое главное не как в этой будке которые нам прозрачно возили и говорили что это полиграфологи ребята все должно быть честно открыто и самое главное прозрачно вот данном случае я очень доволен ситуации которая произошла у нас сейчас стране это впервые открыто расследуется факт подозрения в том что есть коррупционная составляющая в нашем парламенте этого до этого такого никогда не было и это действительно я надеюсь еще переломный момент нашем парламентаризме если дальше процедура будет продолжаться это будет хорошо вот завтра на 16 часов намечена проверка на полиграфии главы фракции давида рахами и возможно следующие депутаты по списку пойдут поэтому процесс начат а это уже творится грубо говоря история но я думаю этим дело не закончится будут последствия правовые есть люди которые действительно в слухах народа как говорил наш президент зеленский какие могли ошукаты нас и скорее всего таких людей много но тоже могу сказать в плане за дубинского дубинский конечно мог пройти полиграф уверенно четко сказать правду но как видите правда есть в разных интерпретациях здесь он по этому факту правду сказал но он также возможен в связи с коломойским понимаете человек может действовать честно но под каким-то нечестным предлогом вот это вот шумиха вот которые подняли вот эти вот вас медиа некоторые и вклинился процесс президент понимаете привело к хорошему результату вот это вот негатив это вот склакивание внутри самой партии слога народа привели к тому что позитивный будет результат для социума и для общества в целом понимаете очень доволен и как бы радуюсь я сейчас смотрел прямую трансляцию и понимаю что это прыжок вперед если этот процесс проверки на полиграфе настоящем полиграфе неподдельным неподкупном то это действительно действительно прыжок прыжок для нашей демократии прыжок для развития страны вот могут все парахаботы все остальные страдать кричать воровство коррупция все остальное времена порошенко это все проходило скрыто в духовной ради в кулуарах если кого-то ловили то когда человек попадал хотя под подозрение то годы проходили уже заканчивалась его каденция здесь же моментально почти начался скандал началось адекватное расследование скандала адекватные поступки после того как он продолжается и самое главное это все в пределах определенного количества времени сжатого неделя даже меньше недели и это уже все начинается очень хорошо расследоваться и продуктивно развиваться поэтому я считаю что кто замешан коррупцией будут найдены кто не виноват ну например вот если дубинский сказал правду это хорошо значит его не тронут вот поэтому я и верю что у зеленского у команды слуга народа все получится а вы скажете ну все они спалились они коррупционеры я скажу да потому что в нашей стране невозможно было сразу же выбрать идеальный вариант для разрешения всех проблем но вот такой вариант открытой честной политической борьбы с наказанием виновных и тех кто обманывает это шаг и прыжок вперед поэтому я считаю что у нашего президента у команды партии слуга народа александра дубинского и всех остальных все получится всем спасибо за просмотр данное видео ставьте свои лайки репостите данный материал но самое главное конечно кто-то пиздит и пиздит и они на этом полиграфии найдут тех кто виноват это впервые в нашей украинской истории что это будет происходить открыто честно и самое главное для народа они для них все всем спасибо и до новых видео спасибо